Йоп, Ян, для начала, вот пока мы не начали выпуск, я хочу отметить ваши просто золотые комментарии, просто невероятные, вот каждый вот такой, просто бриллианты. Спасибо огромное, что вы оценили мои труды, труды моей команды, мы действительно постарались и нам приятно. Но были и в меньшинстве, конечно, но люди, которые такие типа, оп, Ян, не смешно, не смешно и все. Для начала давайте разберемся, вы хотите ржать, да, но я стал думать иначе. По-моему, весь цимус не в том, что я смешу, а в том, что я удивляю. Я в последние два года делаю выпуски и стараюсь максимально вас удивлять, да, а не смешить. По мне, когда вот нечем удивлять, да, можно и посмешить, а вот когда есть чему удивлять, что смешить-то, удивляйтесь. Поэтому я разделил эти два кайфа, да, от удивления и от того, чтобы поржать. Я сделал второй канал, где мы просто с друзьями отдыхаем от науки, совершенно не грузим вас ничем. Вы можете пройти, вот смотрите оттуда видео, вот ссылочка, пожалуйста, там вы сможете посмеяться. Здесь весь цимус в том, чтобы удивляться, насколько все-таки наш мир интересный. А сейчас выпуск. Что более опасно? Цунами или обычная простуда? Вот как вы думаете? Да, я знаю, что вы думаете, странно сравнивать такие вещи. Я говорю, цунами, а это просто... Но я тоже так думал, да. Пока не узнал вот об этом интересном народе. Ознакомьтесь, сентинельцы. Маленькое, живущее вот здесь, на острове и у берегов Индии племя. И такое имя им дали мы. А как они сами себя называют, никто не знает. Нет, сентинельцы живут в изоляции уже 60 тысяч лет. И совершенно не дружелюбное племя нападает на каждого, кто к ним приблизится. Вот на этой фотографии они атакуют вертолет. Официальная попытка контакта была в 1996-м. Тогда ученые привезли им подарки. Кокосы. Смотрите, как им нравятся кокосы. Побольше, поменьше, значения не имеет. Что их снимают, они тоже не в курсе. Они вообще не понимают, как выглядит камера. Помимо кокосов, они забрали посуду. Красные ведра тоже забрали, а вот зеленые выкинули почему-то. Живую свинку, тоже привезенную как подарок, они убили. Но есть не стали и похоронили вместе с подаренной куклой. Странные дела, да? Это очень интересный народ. У них до сих пор нет сельского хозяйства. И никто не в курсе, до сих пор могут ли они добывать огонь или нет. То есть, ну, никто не видел дымка ни разу. И нет никаких доказательств, что дымок был. Они не в курсе Илона Маска. Не в курсе исчезновения амурских тигров. Не в курсе Пьюдипая, Трампа и Путина, Золи Сахара, стоматологов. Они даже не в курсе того, что они сентинельцы. Для них мы, странные бледные чуваки, привозим им кокосы и все, и нормально. А остальных без кокоса. И просто убивают. Нет кокоса? Тебя тоже нет. В 2004 году в Индийском океане землетрясение вызвало цунами с 15-метровыми волнами. Пострадали все люди у берегов Индийского океана. Когда индийское правительство решило проверить сентинельцев, послав туда вертолет, те выбежали и обстреляли вертолет. Эти ребята мне напоминают монстров из-под кровати. Да, вроде бы ничего нет, ну, а как заглянешь, сожр... И все. Вот смотрите на эти кадры. Они вот как будто бы реально из-под крови, из-за темноты выходят. Кокосы берут и убегают. Железные наконечники для стрел, кстати, они сделали из корабля, который сел на мель рядом с островом в 80-х. Для них он был, как вот для нас инопланетный корабль. Да, вот который бы сел на Москву в центре, и мы вот такие, воу, что бы мы сделали? Конечно, разобрали его на части и сделали из них дурацкие коробки на колесах. Ну, вот эти, знаете, вот от которых думаешь, господи, ну почему ты себе самокат не купил? Особые умельцы бы отличились бы этим. Но при чем здесь цунами и простуда? Цунами, как оказалось, для них не проблема. А вот простое рукопожатие для них может закончиться эпидемией. У них полностью отсутствует иммунитет к нашим болезням. Они максимально пытаются оградить себя от нас. Сентильельцы убивают всех. И ни адвокат, ни суд, ни месть, ни наемные убийцы, и даже местные индийские группировки здесь не помогут. Никто не ступит на их землю. Это одно из немногих мест, куда никогда не попадет человек. В этом выпуске я хочу рассказать вам о самых странных местах планеты, которые от нас скрыты. Мы живем во времена, когда, казалось бы, известно все. Спутники дают нам полную картину поверхности планеты в режиме онлайн. При этом некоторые районы остаются для нас белыми пятнами. И только разжигают интерес. Хочется туда попасть. Возможно, вас это вдохновит на путешествия. Да? Я очень на это надеюсь. И у Акваминерали как раз проходит акция, которая позволит вам сделать это бесплатно. Нужно заглянуть под крышечку. Смотрите, под крышкой есть код. Регистрируйте его на сайте и получайте скидки в интернет-магазинах, бонусы на такси, доставку еды и даже деньги на мобильный телефон. Но главное, за каждые 10 кодов можно выиграть путешествие к одному из водных чудес. Причем на двоих. Возьмешь с собой девушку или лучшего друга, как это делаю я. Маршрут. Выбираешь сам. Вот смотрите, тут есть долина гейзеров на Камчатке, пещера Вайтомо, в Новой Зеландии пляж Йейк, Юкуль, Юкуль Саурлоун. Партнер акции, канал Discovery. Я с детства смотрю их передачи, и эти ребята не позаветуют вам чепухи, я уверен. Так что покупайте Акваминерали, вводите коды на сайте и, конечно же, не бойтесь путешествовать, да? Не бойтесь оторвать свою попку от комфортного места и все-таки быстренько уехать на две недели. Даже если не получается, все равно просто-таки «Ах!» Все, бросаю и уезжайте. Тем более, что я сейчас вам расскажу об интересных местах на планете, которых не найти на карте. Мы много чего не видим. Вот так выглядит исследованная планета. Красные и оранжевые области, города, дороги, сельское хозяйство. А вот зеленые зоны совсем не тронуты человеком. Это пустыни Африки, джунгли Амазонки, Канада, Австралия и, конечно же, Россия. В сумме 25% суши. Но кроме этого, существуют земли, до которых нам никогда не добраться. Они покрыты толстым слоем льда и снега. В Гренландии толщина льда может доходить до 3,5 километров. Но с помощью мощного радара мы можем заглянуть туда и посмотреть, как выглядит поверхность. Реки, реки, глубокие реки. Такой мы бы видели ее 3,5 миллиона лет назад. Но если Гренландию сама природа сделала огромным белым пятном из льда и снега, то другие места уже сами люди прячут от самих же себя. На острове Возрождение когда-то паслись огромные стадо сайгаков, а в бухтах плавало много рыбы. До того, как Советский Союз стал испытывать биологическое оружие. Здесь распыляли споры сибирской язвы. Они до сих пор спят где-то глубоко в почве. Но теперь Аральское море обмелело. И остров превращается в полуостров. Сейчас, во времена спутников, нельзя просто так спрятать свои темные дела на острове. Их все равно увидят сверху. Или все-таки не увидят. Это атомная электростанция во Франции, где произошла утечка 18 тысяч литров уранового раствора. А это антенна для связи с военными подлодками. Смотрите, какая разница в четкости между ней и окружением. Вместо древних зданий Вавилона нам почему-то показывают торговый центр. В середине Иракской пустыни торговый центр, а что бы ни аквапарк. А это загадка, которая поставила нас всех в небольшой тупик. Смотрите, обычное поле в Испании. Тут есть старая расписная стена, вот со свинками. И за ней ничего. Забор с колючей проволоки. Но место на картах скрыто. Да? Смотрите, зачем? Вот почему? Мы все-таки нашли ответ, немножко покопавшись. Обратите внимание вот на эту вывеску. Если добавить недостающие буквы, получится хелепуэрто. Вертодром. То есть посадочная площадка для вертолетов. Мы пришли к этому вот таким путем. А потом посмотрели на Яндекс.Картах. И вот смотрите, да, это она. Иногда не нужно просто вот упорно долбиться в одну дверь, а нужно просто постучаться в другую. И да, на Яндекс.Картах оказалось все незаблюрено. Да, люди любят прятать свои секреты от других людей. Но что если найти место, куда реально не ступала нога ни одного человека? Оно есть здесь. Между Китаем и Бутаном. Гора Канкар-Пунсум высотой 7,5 тысяч метров. Наивысшая непокоренная точка планеты. Китай и Бутан давно спорят о том, кому она принадлежит. Четыре попытки покорить вершину горы закончились неудачей. И гора так никому и не покорилась. Если очертания гор мы более-менее себе представляем, то морское дно остается для нас загадкой. Только 15% дна Мирового океана зарисованы. И то это, по большей части, прибрежные территории. Сонары, работающие по принципу эхо, помогают составить детальную карту. С ней нам проще предсказать цунами. Подводные горы его усиливают. А с такими технологиями они будут сюрпризом только разве что для сентинельцев. К тому же, раскрытие таких белых пятен разрушает мифы по типу Атлантиды или Бермузского треугольника. Через просмотр улицы в онлайн-картах можно найти даже дачу моей бабушки. А вот этот парень вообще залез в жерло вулкана, чтобы снять панораму. И вот что я подумал, да? Идеальное место для убийства. Ведь следов вообще не останется, да? Закинул в лаву и все, и уходишь. Никто, никогда не найдет тело. Почему это в фильмах не используют, я не понимаю до сих пор. Окей. А попробую найти конкретного человека здесь. Это фавелы в Рио-де-Жанейро. Кошмар водителя такси и заблудившегося туриста. Вот дома здесь просто стоят друг на дружке. Вот так это выглядит на карте с улицами и домами. Жители здесь не имеют адресов, им не приносят почту, и у них не вывозят мусор. Зато вот такой вид у них из балкона, а? Красота! Но если ты вдруг туда попадешь, вот как бы несмотря на эту красоту, на то, что вот она попадает в глаза вот этим людям, эти люди тут же тебя убивают. Все, понимаешь? Они вот убивают, убивают тебя, а потом такие, ох, красота! Безымянными бывают не только дома, а целые острова. Просто никто не знает, сколько их всего на самом деле. Иногда доходит до абсурда. Как вам, например, остров в озере, на острове, который сам находится в озере. Или вот реалтайм рождения нового острова при извержении вулкана. Сутки и новый остров. Математическое моделирование говорит, что на планете должно быть 7 миллиардов островов. По одному на человека. Возможно, этот остров и есть то, чего хотел Бог для каждого из нас. Но сочетать все невозможно. Острова непрерывно то появляются, то исчезают. Уровень моря повышается, и вода забирает свое. Все эти бледные зоны были когда-то частью острова, но теперь ушли под воду. Редко. Но бывает и наоборот. В 1970 году мощный циклон поднял из воды на границы Индии и Бангладеша остров Нью-Мур. Обе страны сразу заявили на него свои права. Индия поставила на него свой флаг, но он все равно потом ушел под воду, и все, обещающее слово осталось за природой. А теперь посмотрите на северную часть Тихого океана. На современных картах здесь ничего нет, но на самом деле здесь находится большое тихоокеанское мусорное пятно. На территории в три раза больше Франции. Вот так это выглядит в хорошую, приятную, солнечную летнюю погоду. Сайт LetBible призывает основать на нем новое государство, а нам с вами стать его гражданами. Со своими паспортами и валютой. И это нормально. Гражданами мусорных островов стали уже больше 200 тысяч человек, в том числе Крис Хемсворт, Марк Руффало, Галь Гадот, Джон Сина и Фаррол Уильямс и другие знаменитые люди. Если мусорные острова признают страной, то ООН должны будут помочь в очистке от отходов. То есть уничтожить только что объявленное государство. Осталось только подписать петицию. А вот похожую проблему красиво решили на Мальдивах. Из гор мусора сделали искусственный остров, и он даже появился на карте. И от отходов избавились, и территорию увеличили. Чтобы открывать новое, не обязательно быть заядлым путешественником. Можно поступить как Джулиан Бейлис. Через онлайн-карты он рассматривал горы в Мозамбике. И на вершине одной из них он обнаружил густой лес, которого не было ни в одном источнике. Экспедиция, которую он организовал туда, нашла кучу видов растений и животных, неизвестных науке. Например, этого очень известного хамелеончика нашли именно там. Какую бы карту мы ни составили, она всегда будет неполной. По-настоящему точная карта должна быть того же размера, что и планета, которую она описывает. Даже звезды, по которым мы когда-то ориентировались, поменяли свое местоположение. И знаете, мне даже нравится это, потому что нам всегда будет что открывать. Расскажи об этом своим друзьям. И подписывайтесь на меня в Инстаграм, Вконтакте. И знаете что? Давайте делиться с вами знаниями. Попробуем в этом выпуске. Возможно, вы что-то знаете, то, чего мы упустили. Если это так, пишите в комментариях прям целыми абзацами, текстами прям скидывайте. А мы с ребятами обязательно почитаем и залайкаем самое интересное. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Откуда собрался? В Саранск. Потом в Нижний. Тем временем мы тоже едем на отдых и вот загружаемся с ребятами сумками. Заедем на АФП еще. Так что увидимся через две недели. Следите за нами в Инстаграме и отдыхайте, пока еще не закончилось лето. Пока.